Тема сегодняшней встречи безразмерная. Русское чудо. Очень многообразное. Я расскажу о великом русском чуде, которое было явлено всему миру в 1900 году. Но прежде чем рассказать об этом чуде, я слегка коснусь другого русского чуда, которое произошло немного раньше этого. Но они оба случились в одном и том же месте. И не в России, а на расстоянии от Москвы почти в 3000 километров. Итак, 1814 год. Русская армия в Париже. Европа в изумлении, ведь она вся была повержена Наполеоном и легла низ к его ногам. И вдруг сам Наполеон повержен Россией, а вся его великая армия, 600-тысячная, разбита в пух и прах. Но еще до того, как Наполеон убежать из Москвы, он уже тогда просил Александра Первого о перемирии. И в его письме к нему были такие слова. За что мы деремся? Я ничего не имею против России. Вот это да. А чего же ты приперся? Но когда уже Москва была охвачена огнем, он уже не просил Александра Первого. Он умолял. Мне нужен мир. Во что бы то ни стало, мне нужен мир. Абсолютно. Спасите только честь. Но Россия не могла такой ему подарок преподнести, потому что она понесла огромные колоссальные жертвы. И Александр Первый, верный своему священному долгу, тогда сказал, что не сложу оружие, пока я отомщу за оскорбленное Отечество. И вот 30 марта 1814-го в 9 утра Александр Первый на Белом коне, кстати, этот жеребец был подарен ему Наполеоном в 1807-м году в честь заключения Телефицкого мира. Въезжает во главе своего славного войска с музыкой и под барабанную дробь в Париж. Все французы в ужасе ждали мести за разоренную и сожженную Москву. Но случилось совершенно противоположное. Они были в восторге от галантности и щедрости русских офицеров, которые вплотили буквально за каждую чашку кофе, за каждую булочку, когда приходили в кафе. И только просили обслужить их быстро. И вот от этого русского слова быстро расплодились тогда в Париже так называемые бестро, кафе быстрого обслуживания. Вот откуда пошли все Макдональдсы. И французы были потрясены миролюбием и милосердием России в лице ее императора. Потому что армия не только никакого насилия не произвела, никакого грабежа. Русская армия даже не оккупировала Францию, не оккупировала Париж. И более того, Россия в лице императора Александра I даровала французам право свободного выбора формы ее правления. Это невиданное было действие со стороны победителей. И это было величайшим русским чудом. Армия покинула Париж через два месяца. А через 86 лет весь мир облетела весть о новом великом русском чуде. Девятнадцатый век заканчивался. И перед тем, как закрыть за собой дверь, он устроил феерическое шоу. Как бы говоря, не так уж и плох я был. Вы еще обо мне вспомните не раз. Я вам оставил на память не только войны с Наполеоном, Крымскую, русско-турецкую за освобождение балканских народов от османского игр, убийство русских императоров. Я подарил вам великих художников, композиторов, писателей, поэтов. А в завершение, на прощание, дарю вам сказку. Всемирную выставку в Париже. Какой это был праздник! Он длился 7 месяцев. И со дня его открытия с 15 апреля и по 12 ноября 1900 года это было одно сплошное ликование. В рамках этой выставки проходили вторые Олимпийские игры по 20 видам спорта. И по 13 из них проводились впервые. И впервые в них тогда участвовали женщины. Тогда же впервые была открыта первая линия метро в Париже. И уже работала троллейбусная сеть. Народа было тьма. Посетила выставку за 7 месяцев, посетил 51 миллион человек. Это вообще, это небывалый наплыв посетителей за все выставки до этого времени. Эта выставка была 9-я. И тут уместно вспомнить, что первая выставка всемирная была открыта 1 мая 1851 года в Лондоне по инициативе супруга королевы Виктории, принца Альберта. И тогда прямо в самом центре Лондона, в Гайф-парке, кстати, я имела счастье там погулять, в этом парке, шикарный парк, был построен хрустальный дворец из стекла и металла. И Англия получила большую прибыль. Парижане захотели тоже получить прибыль. И через 4 года тоже устроили выставку. Но она принесла им 8,5 миллионов франков убытка. А принц Альберт так разодорился, что решил опять устроить выставку в Лондоне. И она состоялась в 1862 году в том же самом дворце. Но королева Виктория не присутствовала. Она уже носила трауру по принцу Альберту. Но на этой выставке был Карл Маркс. Но еще очень интересный факт, что эту выставку посетил наш великий русский пророк. Федор Михайлович Достоевский. Ему тогда был 41 год. И он был потрясен. И в своих зимних заметках о летних впечатлениях он написал так. Выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая объединяет тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира. Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Действительно, вот этот зал Хрустального дворца, он одновременно вмещал 14 тысяч человек. К великому сожалению, он не сохранился. И в 1936 году он сгорел. После этого были еще выставки в Вене, в США, три подряд в Париже. И вот наступил 1900 год. Каждый день утром в 8 утра в Сейхелевой башне раздавался пушечный выстрел, который возвещал о начале работы выставки. Надо сказать, что до открытия этой выставки все европейские обыватели ничего хорошего от России не ожидали. Что там может показать лапотная Россия? Медведи, самые там матрешки. А эта выставка была посвящена достижениям, техническим достижениям всех стран. И в ней участвовали 35 стран в 18 тематических отделах. Россия не принимала участие только в одном отделе, отделе колонизации, ибо она никогда не владела ни одной колонией. Но ожидания, предсказания, так сказать, этих скептиков не оправдались. Россия завоевала 1589 медалей. Это был фурор невиданный. Из них 370 золотых, 212 гран-при. Это высшие с большой золотой медалью и остальные серебряные и бронзовые. Но дело не только в количестве медалей. Дело в том, что Россия продемонстрировала свою нарождающуюся техническую мощь. И в рамках этой выставки проходил тогда 4-й международный электротехнический конгресс. И там было впервые произнесено слово «телевидение». И особо сведущие в кавычках люди распространили слух, что это открытие и изобретение принадлежит французскому инженеру. Потому что доклад был сделан на чистейшем французском языке без малейшего акцента. На самом деле это был русский офицер, военный инженер, профессор Петербургской академии артиллерии Константин Дмитриевич Перский. Он тогда продемонстрировал свой прибор, который показывал изображение на расстоянии. Это же не фотография, изображение. Но вы можете себе представить, тогда еще не смогли во всей полноте оценить это. И его открытие получило всего лишь серебряную медаль. Хотя его изобретение вошло в жизнь европейцев гораздо раньше, чем в России. Ну, понятно, потому что Россия всю первую половину 20-го столетия по сути дела пролила в войнах. Помимо двух мировых, еще русско-японская, гражданская революция, да еще и полный уничтожение отцовской России. Поэтому ни о таком, конечно, телевидении и речи быть не могло. И тогда же на этой конференции выступил другой русский гений Александр Степанович Попов. Он представил свое новое изобретение беспроводной телеграф. Это был колоссальный прорыв, потому что до этого был телеграф проводной. Это по столбам, с помощью кабеля через океаны, а тут беспроводной. И он соединил радио с телеграфом. И тогда же в 1900 году, 6 февраля, благодаря его открытию, вернее, его изобретению, спасли 50 рыбаков, которые на льдине оторвались у острова Готланд, это Швеция. И их понесло в Балтийское море, и они абсолютно были обречены на смерть. Но Попов послал вот эту телеграмму на ледокол Ермак, который смог по льдам пробиться к этим телеграммам и спасти 50 человек. Это было, конечно, вот такие чудеса показала Россия. У меня очень много информации об этих чудесах, но я еще расскажу об одном чуде, потрясающем чуде. На этой выставке колоссальные очереди были в российском фабильоне для заключения контрактов на Лысьвинскую листовую, листовое железо. Что это такое? Это чудо. Это на Урале, в Пермском крае есть такой город Лысьва, а там литейный завод, который был еще во времена Демидовым образован при Петре Первом. И вот еще в 1820 году Англия, приобретя это листовое железо, покрыла крышу своего парламента. И вот уже больше 200 лет эта крыша не знает ни одного ремонта, ни одной покраски и никаких признаков здоровья. И это в туманном Эльпионе. Это же не солнечная лундая, где дожди. Поэтому там в очереди стояли на заключение контракта. Но может быть еще больше всех удивить такой факт, касающийся статуи Свободы, которая стоит в Нью-Йорке. Эта статуя Свободы была сделана не в Америке, она была сделана во Франции к выставке всемирной 1876 года. То есть этой даме уже 146 лет. И эта старушка 100 метровой высоты уже бы давным-давно загнулась, если бы не русская сталь. Вот эта дама значит вместе с виде сталом это единое целое. И в этом виде стали находится музей со стеклянной крышей. И тот, кто находится в этом музее, через эту стеклянную крышу может видеть вот этот скелет, так сказать, этой статуи Свободы, который сделан из русской стали Екатеринбургской. Вот такие чудеса. Но самое главное чудо, которое действительно потрясло мир, находилось в центральном павильоне, как великое сокровище. Вот он, центральный павильон. В трех залах размещались экспонаты этого русского чуда. и была там одна очень интересная экспозиция. Так вот, это чудо изменило жизнь не только России, а всего мира. Сейчас я расскажу, что это такое. Представьте себе, включите воображение, что каждый из вас пришел на эту выставку и купил билет на аттракцион. Вы заходите в поезд шикарный и как состоятельный человек, поезд состоит из нескольких вагонов, и вы состоятельный человек проходите в вагон ресторана. Усаживаетесь поудобнее и наслаждаетесь шикарным интерьером. Дежурный по вокзалу в форме, дарит третий звонок и поезд начинает движение. И перед глазами вашими начинают плыть шикарные, прекрасные пейзажи. А Сибири, вот, пожалуйста, вот, например, вот такой пейзаж Сибири. В это время вас угощают кулебякой и растягаем, с красной рыбой, икрой. Путешествие длится час, и вы выходите из вагона на платформу, и вас встречают, кто встречает? Улыбающиеся, раскланивающиеся, китайцы. Вы в Пекине. Конечно, это футболия, это имитация Пекина, потому что вот это было все визитной карточкой того, что существовало уже в действительности, то есть великий сибирский путь. Чтобы понять, что это такое, я скажу буквально несколько слов. Ведь для того, чтобы попасть, допустим, из Америки в Азию, надо было плыть на пароходе. Это вы представляете, что это такое? Это обогнуть эту всю Америку, пройти мимо Южного мыса Южной Америки, это огненная земля, это там аллея айсбергов. Дело даже не только в продолжительности путешествия, а в страшных рисках, сопряженных с этим путешествием. Это путешествие длилось 7-8 месяцев, чтобы приплыть в Китай или там в Японию или в Вьетнам. Надо было плыть 7-8 месяцев, рискуя своей жизнью. Там очень много кораблей оказалось на дне. А мечты человечества Панамского канала, это вот вы знаете Северная Америка и Южная соединена таким осеньким перешейком. Есть там такая страна Панама, через которую хотели сделать канал, из которого можно было из Атлантики прямо попасть в Тихий океан. Так вот он был открыт лишь в 1914 году, а выставка в 1900 году. И все равно это океаны, это шторма, это тайфуны. А вот Великий Сибирский путь, значит, если ты садишься в Москве, то ты через пару недель оказывался в Пекине. А там уже во Владивостоке или во Владивостоке ты садился на корабль и мог уже оказаться в Японии. Поэтому, ну даже еще скажу, более того, в 1861 году был открыт Суэкский канал в Египте, где можно было попасть в Красное море, а потом, потом уже в Азию в Тихий океан. Но опять-таки этот путь был 21 тысячу километров. И опять же шторма, опять же тайфуны. А тут всего две недели. Вот. Поэтому это открытие, оно не просто открытие, да, открытие, сооружение этого пути, это было великое русское чудо. И дело было не только в том, что это был самый длинный железнодорожный путь, и что он построился всего за 12 лет. А кстати, Панавский канал это 81,6 километра. Причем из них всего 61 километр по суше. И он строился 30 лет. А здесь Транссибирская магистраль, так ее сейчас зовут, она строилась всего 12 лет. На словах не передать. Дело не только было в протяженности это чудо заключалось, не только в скорости ее строительства, колоссальная сложность. Посмотрите на всякий случай. Вот это мнение. Так вот, как воздушный летающий змей над болотами, гладью озер, в небеса поднялась магистраль, устремляя к востоку свой взор и на брюхе ползла по ущельям, а в безлюдных и диких местах лучом света дремучесть пронзала, затаившись в скалистых горах, то есть в тоннелях. И в заключении очень много могла бы еще рассказать, например, что Николай Второй оставил в подарок Франции в лице президента ее уникальную карту, сделанную на мраморной доске толщиной 8 сантиметров метра квадратной площадью, уникальную карту Франции, где были нанесены 86 департаментов, каждый департамент из драгоценного уральского камня. Это уму непостижимо. Там такая была шлифовка, два с лишним года над ней работали втряснены. И надписи городов каждого департамента с золотом, все реки и озера платены, прикреплялись все эти камни к этой мраморной доске золотыми штифтами. Сами французы ее оценили в 6 миллионов франков. Она очень долго хранилась в Лубре, сейчас в другом дворце перенесено. И в завершение скажу вот что. Значит, в ресторане Эйфелевой башни был банкет. И на этом банкете подчевали всех массандровскими винами и шампанским от князя Голицына. К тому времени это же Крым, который был уже к тому времени более 120 лет в составе России. И сам мсье, чтобы я не ошиблась, Шандон отдал предпочтение все-таки винам и шампанскому именно князя Голицына. Пальму первенства и гран-при завоевала русское шампанское. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ